Вот сегодня у нас 8 августа, 18 августа, и да, ну вот это пора. Вот, и грима уже 15 минут 9, а мы 4.40 вставили, и только-только есть завтрака вышли со стола. Вот сколько интересных дел было сегодня у нас. Я с тобой поехал на рыбалку, заснял тебя. Я хочу спросить тебя вот, Виталий, а что такое инициатива? Инициатива наказуема. А? Погруче. Инициатива наказуема бывает. Я спрашиваю слово, а не какая? Инициатива, ну это, я даже не знаю, как переводится, но как я понимаю, это... Нет, как понимаешь, мне не надо. Предлагаешь идеи как бы на рассмотрение. Так что ли? Идею на рассмотрение. Да, ну вот, у старшего, он говорит, ну давай, действуй, и все делаешь. Или скажет... В этом инициатива, да? Мертвая мысль, мертворожденная мысль, помолчи и изомри. А ща инициатива та, что мужик с бабой ложится спать? Ща у вас была инициатива. Ты так и идею подал, что они могут быть, облабы. А тут трактов, даже четверых, четыре персонажа тут действовали. Нет, персонаж у тебя один, по чревам. Один, говорит, только есть, говорит. Орган, который побуждает к этому. Я на натоуста в этом обвиняли. Я на натоуста, он говорит, так вы у меня разденьте, посмотрите, годили я или нет. Вот и все. А тут проверять не надо, говорит. Через двойное одержим стряков. Криком кричит. Для чего сделали такие обтягивающие, во времена, когда Денисов показывает, Катерина. Офицерский состав стоит, у него сразу видно все. Мужик. На чего угоден, гренадер. Вон, вот что ты. А что ты сделаешь это, не смейся. Интересно, сейчас пишет комсомольская правда. На Украине есть, говорит, одно село. От всех сел отличается. Народ рослый и очень красивый. И девушки это. Мы стали смотреть, оказывается, дело-то очень простое. Там был помещик один, а у него знакомый генерал. А там у них была гвардейская часть. В гвардию отбирали, чтобы не меньше, но ростом был там метр девяносто пять. Бидный из себя, сильный. Ну, то есть, Федор Мирьяненко. Он говорит, у меня покос скоро, я уже шалашей настроил, все там, где работать будут. Гевчата, ты пришли своих гренадеров, чтобы они помогли мне. И он оставил их одних. И покос, когда прошел, все добойные провожали, все улыбались. А потом только одновременно начались уродовы все. И вот оттуда пошло потомство. Резко отличается от других сел. Рослые и красивые. Но как перед Богом. А по человечески, если человек, стадное животное, селекция, все правильно, Гитлер делал так. А ты Гиммлер занимался, делай этим. В Шкардинарии везде находили людей, у которых арийское происхождение. И туда отсылали специальные люди. Были офицеры, женщины набирали по пять тысяч. И они одновременно все зачинали. И теперь показывают, какие эти рождаются. И все они, которые новое поколение, очень резко отличаются от других. Но никто не знал, что Гитлер будет разбит. И эти, которые им давали спортивные особые занятия, И они идут, маршируют. Это все в интернете видел где-то. То есть особый рот вывести. Селекция пошла. Но когда победа была одержана другой силой, то вот эти, которые родились, их стали притеснять везде женщину, унижать всякое. Вы на вторую букву албавит и все это другое. Я спрашиваю, вот у него инициатива была. Он взял предложение. Сам не вещество стало в этом. Вот назад, как собираемся, еще инициатива. Чревная. Чрева задерживает, что так и написано в Библии. Ибо рот его побуждает всему. Рот. Обыкновенный рот. И мы знаем, в какое время. И поэтому все рассматривая, мы должны просто сказать, я лидирую в этом или нет. Вот горошица, ее бы не было такой. Я настаивал. Ее сварила, Марина, такая, что ножом резать. Я говорю, только жидкая должна быть. Это полужидкая у Володи. А жидкая, я это все узнал в тюрьме. Это самая популярная еда. И туда бросает картошку нерезанную. С чем объяснить, не знаю. Везде резаная, а в горошице нерезаная. Ты его ложкой сам расковыришь. Видимо, это передается другим. Инициатива. Почему мы не говорим о том, что когда уходим, все это отрабатывается и где. И Антон Тауз говорит так. Это говорит и Василий Великий, кажется, в Шестоневе. Бог так сделал, что нам это неприятно, когда мы ходим в туалет. И Бог сделал, что разгрузка идет сзади. Мы даже не видим. Чтобы не видел человек. Бог так сделал. Разгрузочное отверстие. Как говорится, ненадежное хранилище чрева. Больше суток не удержит. И при том дырявое. Бывают запоры по неделям. Он говорит о пьянице. А когда блюет, вырывает. Чтобы перед глазами было, ты видел, насколько это неестественно. Что человек оправляется естественным. Для этого нужно делать только так, чтобы все было куда надо. Вот у нас здесь Михаил Кальмаев, который потерялся сейчас, Михаил Михайлович. Сделал два туалета. На две двери каждая. На два очка. Когда бывают дети. Один зашел. То ли испугался. Они еще прямо рядом. Ну, от Санкт-Петра на 20. Тут и оправился. А ты за ним следом зашел. Твои действия какие будут? Ну, я сброшу ее, даю все. А? Возьму какую-нибудь палку там, или чем, бумагой, или ногой там, я не знаю. Ну, чтобы не замазать только. Скину туда ее, эту. А когда? Здесь только женщина у нас в туалет, где Володя. А там мужской. Хотя, наверное, все-таки пойду найду этого человечка. И скажут, давай к обратности. Я его сразу же нашел. Чтобы он убрал своими руками, почувствовал. А если не... А вот их когда нету, мы ходим в любой туалет. Теперь женщин у нас вообще тут нету. И кто-то сходил и мимо. Мы какие действия должны принять? Изобличить. Изобличаю. А никого нет. Я пришел, а никого нету. Здесь. Я рву траву, и травой тщательно все забываю. Это было вчера. А передо мной-то тоже ни один из вас заходил. И как будто не видел. А я еще не... Я по большому... Пару раз вот когда шел... Ну понятно, туда-туда-туда-там заходишь асаманом. Да. Ну это... Понятно. Там удобный... Понятно, неудобный. Вот здесь такое было. Почему никто не убрал? Мне пришлось сорвать траву, сметать, и потом забывать. Я не видел. Я не видел. Ты? Я тоже не видел. И ты не видел. Значит, мое. Все переклисты. Это я Сергей Радоневский. Кто может пойти в гороватом заколоть или за водой-то? Все заняты. Это монахи уткнулись там щетки. Он говорит, все заняты, один я свободен. Взял ведро и пошел. Если вы не виновны, я виновен. По маленькому я... Все-все-все понятно. Я инициативу хочу сказать. Вот инициативу. Наши поехали сейчас в Мамонтово и в Гуанахово. Инициативу надо проявить. Почему? Узнали, через Курщину или нет, чтобы отослать Евангелие. Ты это знал? А кому там Евангелие это? Не знал. Кому передаете? Кому? Никитиной, Татьяне. А она молоко продает по домам. И бабушкам предлагает. Никогда такого не считали, они с удовольствием берут. Вот это четыре Евангелия, только красное, по благословению, патриархи Кирилла. Очень хорошо изданное. Изданное после того, как я сказал, все было патриархом, все средства направленные. Люди уже говорят, это мы их побудили. Да Бог его знает. О крещении я писал много лет, всем отмели, посылал поздравление спас и указывал. А сейчас уже многие купели строят, но все равно не крестят. А нет, купель закрытая, на нем ребенка разворачивают, а тут батюшка его ладошкой мокрые. А сейчас показывает, вот батюшка берет ее ребенка, и вот так вот она стоит, подбрасывает, он ребенок переворачивает, он его в воду ногами, потом опять в воздуху подбрасывает, в воздухе. Нет, нет, Игнатихич, он вот так его, это же, он вот так его, и потом так, вот так вот, вот так. Больше его не подбрасывает, ты не видел, я не видел, мне пишут. Ну это прям... Ты видел, священник-кадила машет? Он вот так машет, как чаками. А вот так вот, когда дает, я вот так в круговую, видел? Чаками как? А это зачем? Круто. Круто. Для кого? Для бревых захожанных. Это означает, что он или пьяница, или этим, авторитет бабок. Вот у нас был, вот, Екипа развалил, проте-диакон, любой голос, по сравнению с ним это, и вот он как только обходить, он туда у него с собой в кармане, там, наверное, полностью забито ладаном, он горстый полет, такой, двениной идет, а бабки стоят, как обкуренные мухи, падают буквально, отец Екипа, благодать духом. Я уж не говорю больше о жизни этих, которые так делают. Итак, мы должны был задуматься, проявить инициативу. У нас бывает иногда так, очень важное дело, нужно поделиться чем-то, вот ты сейчас на рыбалке, а инициативы никакой. Взял, там, тряхнул, бросил, пошел дальше. А что делать, знаете, когда вот, ну, спать охота сильно, не как бы, не восстановился организм, не выспался, как бы... Как это слово восстановил? Парень говорит, я не... Ну как, вот вчера бодрячком было бодро, а сегодня вот тебя вот так, рубит и рубит, как это делать? Очень просто, без завтрака. Первое, сейчас, остаться без завтрака, не пей, не ешь. Какой силы-то физически нужны? Ты спрашиваешь, я-то тебе отвечаю, я не побуждаю к этому. Не, не, ну мне интересно, да. Я тебе говорю, когда человек ест, то у него все, кровь бросается к животу, а голова пустая, и она чуть-чуть теплится, и поэтому глаза слепаются, энергии нет. Ты бы встал сразу в гимнастику, переворот, пошло дело-то. А ты пошел, сколько спал-то в этот день, в ночь? Меньше, чем вчера. А? Сколько часов он спрашивает? А я откуда знаю. Ну, а сколько, в 10 легли или в 11? Ну, в 10 лег, встал, в 9-40. Это 6,5, 6, без вонзовки. Не, не, в 11 сигнатик. А? Так, скажу сейчас. Почти, что 6 часов. Ой. Ну, если вы в 10 легли, в 10 легли? Не, в 11. Ну, в 11-то нет ее. Нет? Нет. А раньше? Пока раскачались туда-сюда. Ну, так и тебя кто заставил? Не давали спать им в 11? Раньше? Почему? Ну, почему ты поздно? Я не мог заснуть, что-то... А из-за того, что у тебя ришка. Вот у нас такой был один. Я плохо спал, и поэтому днем я должен спать. А ты днем никогда не ложись. Утром вставаешь в 4.40, и ты назад отталкивай головой к подушке, и все. У меня за то, чтобы заснуть, смотрели, там 27, 47 секунд, секунд. Полностью вырублено, все. Почему? В таком напряжении идет. Мне по возрасту положено днем минут 15 отдохнуть. Не ложись, сидя, глаза закрыли. Бороться со сном надо. Возьми иголку, возьми там булавку какую-то, и как бы хочу, через штаны втыкай в себя, а ты везде начинаешь дремать. Я вижу. Володя он снимает, а сам лежу, аппарат уже вниз, и Сережа, аппарат вниз, спит с аппаратом, ну как спит. У нас есть такие, кто не спит никогда. Вот сидят, рядом у меня серопима сидит, она никогда не спит, и никогда в крови не садится. 92 года. Апостол Павлович говорит, постоянно в бдении. Я назову такие, как Эйнштейн, я уже знаю, Элизаров, Леонардо да Венщи, два с половиной, три часа. Постоянно. Больше они не спали. И как? Арсений Великий говорит, для монаха достаточно одного часа. Все, задумался. А потом батюшка рассказывает, как они по стенкам сползали. По стенкам сползали. Ну, я не знаю, заканчиво. Я говорю, что он сказал. А день, час, круто. У меня уходило два с половиной часа. Остальное время я в работе, в чтении, и поэтому... Голова все время ясная была? По плодам, судя, не по словам. Не, ну вот когда вы два с половиной часа спали? Я говорю, по плодам. Не, не, ну, по ощущениям вашим. Как? Я могу ошибаться в ощущениях, по плодам. Я полностью согласен с Елизаром. Уже днем я преподаю как профессор в университете. Ночью, когда хочется спать, я работаю в своей там слесарной, эти штыри разные, тащу ногу, как вытягивать, кости их. Я ночью переплетным делом занимаюсь, одновременно слушаю каталог, составляю симфонию. пленки крутятся. У меня мама была, знала, что вставать в 3.40, но она вот уже 12, она проснулась, так ты, сынок, не ложился еще, нет? просыпается в час, нет? Вот я, когда осыфровкой занимался, тут немножко помог у тебя Егор был, там, где-то. У меня шло 16 часов, в следующий день я 17 часов, около 18, 19, я по часу набавлял. Последний день у меня, я, наверное, 24 часа со всеми сна. А до этого 22, но явно дело, что у меня остается еще там 23. То есть, чем ближе к концу было, мне нужно было скорее успеть сделать. Я вот так вот хожу, тут магнитопоны стоят, маяк 205, крутится, и система, которая записывает, я дошел, я дошел и уснул. Глаза открыл, а где я нахожусь? Ага, в Барнауле. Пошел туда, до кухни. А тут крутится аппаратура, мне нельзя его остановить. Дошел опять, остановился и сразу уснул. Уснул и тут же проснулся, а где я нахожусь? А ты говоришь, и все это, что там делается, я должен все время записывать, с какой дорожки записываться, с какой минуты, что там. В это время не просто ходить, а записывать. Понял? Поэтому жизнь моя была, как говорят, биография корявая. Да, так. И не надо смотреть, не на что. А, мне они не давали поступать. Я поступаю в университете, сдаю экзамены и уже через день меня выгнали. У меня документ, обо мне узнали. И ничего, я сразу поступаю в другой где-то или как-то, решил что-то. На работе мало инициативы, я на велосипед по городу, район, где частные дома, у кого глина, песок. Кому печь сделаю, одному делаешь, трое в очереди. Потому что они видят, я специалист. Там бригаду одну назначили под моим именем, дескать, он сам не делает, татары, а делает там неделю там втроем. А я в день две пищи выкладываю от фундамента в трубок. Две. Я вообще не знаю, что такое перекур, вообще этого слова не знаю. Утром как надел на себя на рукавнике, термом в руках, эти только успевают берегать хозяева. Они глину размешивают. То есть я был абсолютно неукротимый в работе. Ну за 300% выработка это все говорить. А спать охота очень. Один день было, я отремонтировал шесть пищей. Шесть пищей. Ну мне 30 лет. Сама-сама сила. Я домой зашел, за пару минут запнулся, упал и упадал уже сонный. А упал уже как мертвый. Ни ужина ничего нету, полностью вырубленный. И здоровье, как видишь, вот обалая говорит, так вы сами на голубятни лазите, а кто за меня полезет-то? Понял? Инициатива. И когда и нигде златоустые не знали никто, я провел инициативу найти все тома по одному с разных сторон и насчитать и размножить и по стране пустить даже с архипелагом ГУЛАГ. Житияность это их инициативность. Вот так. И поэтому они говорят, клевещут, говорят разные слова, ругают. Это говорит, самое главное, это точное оказательство, что я не такой, как они, кто это говорит. Они сами себя-то бы за это не ругали. А какие они? Это всем известно, пустые, ничего нету. Полная пустошенность и озлобленность. А мне некогда. Ну а почему вы не обещаете на вас нападать? Зачем? Мне некогда этим заниматься. У меня другая должность работать, а у них другая должность гадить, сломать, дохлых кошек ко мне забрасывать. Понял? Я тебя благословляю на инициативу. Вчера мы еще не записали, сегодня сделай дубль. Я не статью проявил, а вы не один. А почему? Это интересно. А дальше я уже рассказываю, для чего эти кубы и как ну и проще. Ты на работе отработаешь и всегда смотри, один вариант вот такой. А какой еще есть вариант? Именно, какой? Ну я вчера один остался, Игнатих, думаю, ну и стал сам все делать. Короче, ну медленнее, конечно, но получилось. Я тебе говорю проявил инициативу. Вот инициативу. Кто-то провел, написали надписи. Кто-то прислал, кто-то нам дал, а мы приклеили. Без инициативы ничего не сделать. Это не идея какая-то. Это вызов вот этой среде затклой, отвертвелой, стартвелой. А если вот вы инициативу как бы стали проявлять, а все общество сказало против вас? Ну против, а у меня так и было. И начали останавливать вас? А вы дальше? Еще не получилось. Наоборот, еще больше. Все до одного против были, когда я начинал делать. Да вы, да это, зачем? А когда уже началась раскрутка, полностью все пошел потоком, то есть я на конвейер поставил. Покупаю один магнитопон. Заработаю за вместе 72 рубля, а 320 стоит один магнитопон. Это сколько месяцев я должен заработать? А я покупаю 15 магнитопонов. Едем везде. Покупаем все пленки. Просто мотоцикл с люлькой. И он загруженный там с расширителем. Вот такая вот едем, дождь лечет, а мы едем в лесу. И он говорит, впереди Леша, но не Леша, Леонид Ильич, Решкунов, Гавриилов отец. И говорит, сейчас будет здесь КП. Да ну, ночью-то кто тут будет? Бац, фанавик, остановили нас. Милиционер подошел. Откуда? Ну, с Академгородка и там прибрежные районы объезжали. А зачем? Я ему открыто говорю. Затем, я говорю, насчитал золотоуста, а плюкок не хватает. монтофоны ломаются. Он стоит, а дождь лечит, он езжайте. я ему говорю как есть. Он еще ни золотоуста не слыхал, ни пленки, ни святых отцов. Я ему говорю по всей правде открыто, как будто родной брат стоит. Какой это год? Я не могу сказать какой, но могу сказать 80-й год я сидел, а это было примерно 81-й. Примерно. Понимаешь, никто не одобрял. 40 лет вам было, да? 40 лет? Да. Никто не одобрял. Никто. А вот теперь против течения я вел это. А потом уже, ну они видят, что все дела ладятся, благословенно, новые люди приходят, каются и начинают помогать. Доставать пленки, привозят из Эстонии, из других мест. Ну, Игнатих, ведь это же, как сказать, власти-то это же вообще противились этому. Это же вне закона было, как бы, да? Конечно. И люди находились мельчаки, которые помогали. Я заплатил по полной программе. Меня 26 лет только мучила психиатрия. 26 лет. Четверть века позади. А что побудило ГУЛАГ-то начитать? Ладно, это церковь. Правду. Чтобы люди знали правду. Я прошел этот ГУЛАГ, видел, беседовал с людьми, записывал их свидетельства, как они там были. Архипелаг ГУЛАГ это единственная книга, которая помогла монстров уничтожить империю зла. Мне никто не говорил, но чтобы я знал, будет допрос, узнают рано или поздно, будут искать я сказал, вот где шапка лежит у вешалки. Кто приходит, если что-то нужно книгу мне дать, кладете. А людей-то у меня потоком шли. А я посмотрю, а вы-то придете неделю через где-то и смотрите, если она там лежит, забирайте. Я не знал, кто принес. Смотрю, открываю, самый сдат, Архипелаг ГУЛАГ. Мне нужно насчитывать. Я представляю, каким голосом надо насчитывать. Ты не знаешь, что такое живая связь с Богом. Я сколько раз рассказываю. Я встал, и я говорю, я пробовал того, другого. Нет, не то. Хороший, грамотный, не то. То есть, это режиссура уже идет. Я вижу, это не то. И тогда говорю, Надежда Васильевна, я так стою около кровати, она на кухне. Я говорю, сон такой интересный виделся. К нам приходят два мужчины, а я стою под скалой. Скала нависла надо мною. Два мужчины и вдруг... Кто? Да вы не знаете, вот мы то, другое там я открываю, два человека заходят. Один из них это Геннадий Михайлович Яковлев. Станет юромонахом Григорием, двородный племянник Суслова, главного идеолога. Я говорю, я ищу, я готов. А другой побыл и ушел Баптист. А он остался. Его голосом здесь насчитано. Послушай его голос на нашем сайте. Он не знал меня, я его не знал, но Бог знает меня и видит, что я молюсь. И Бог посылает человека, который делает большой круг садосцы и заезжает именно ко мне в мою дверь стучит. Я буду говорить о великих и дивных чудесах нашего Бога. Иеговы. Как он все это делает. И потом отец стал Григорий и не Геннадий Михайлович. И он говорит, это были может лучшие счастья в моей жизни. С каким подъемом он считал. Почему? Он родился в ГУЛАГе. Мама была беременна, когда арестовали, он там родился. И на суде он это сказал. Я ГУЛАГовский происхождение в ГУЛАГе. Многие сидели, но немногие там родились. Я там родился. Понял? А против? Все против. Меня с работы гоняют. Больше шести часов не держали. На работу выйти не успел. И ничего. Я иду ищу снова. А вы как-то руки вот так вот опустил. Вот дальше тебе дал соскребать. Володя тут занятый. Склад закрытый. Граблей нету. Граблей нету. Да любой палочкой взял и тебе все. Две ванны уже нагребли даже три. Все? Это понятно? Ты сразу руки опустил. Я пошел. Елена не взяла. Поехала, потому что другой дорогой магнтов. А мне надо в Евангелие раз. Кто-то заходит и говорит. Надежда Васильна позвонила. Вот так. Что ей едет Андрей. Я тут же стоп. За завтраком меня нету. Я поехал срочно туда с Андреем поговорил. Андрей не хочет брать. Нет, другое место. У меня запыленное. Ну это же Евангелие. Он не знает, что они с Салапаном. А потом я стал говорить дальше, а когда дверь открыл, вот туда положил. Я сразу к тебе все вопрос решенный. Все, что нужно было, дубль создали это. Все абсолютно было сделано. Вот все давно против. Это ничего нету ночи. Это означает со мной остался один Господь. Теперь человеческой примеси вообще никакой нету. Вот сейчас никто за меня не может заступиться. Разрушить и лезет в лагерь. Бывший. Разрушить. Я молюсь, всех призываю. Ты говоришь, ты не выспался. Ты ночью молился сегодня? Вставал когда. Вставал, ну слава Богу. Вот. Поэтому никогда не говоришь, что ты не выспался. Ты молод. Ты сильный, ты все можешь. Давай. На животе, чтобы тебя как-то перегнешь вот так, было не больше 12 миллиметров. Как на коленке у воробья. Мы молились. Господи, слава тебе. Не продиняйся сиренов. Господи, воспожите. Сирии пошли, все потребно. Хвала тебе, отец, сын и святой дух. Аминь, аминь. Спасибо. Ну, молились. Благодарю. Благодарю. Спасибо.